Известный российский врач-психиатр, эксперт-криминалист Михаил Виноградов скончался на 83-м году жизни, сообщает корреспондент агентства РИА Новости. Как уточняют в СМИ, Виноградов был госпитализирован в одну из клиник Москвы 23 декабря, где умер от пневмонии 1 января. Однако информация о его кончине появилась только сейчас. Подробности о времени и месте прощания пока не сообщаются. Профессор психиатрии, доктор медицинских наук, криминалист и эксперт битвы экстрасенсов скончался 1 января. Он долго болел и находился в тяжёлом состоянии. Под Новый год уровень кислорода в крови постоянно падал. Андрей Малахов принёс свои соболезнования семье Михаила Виноградова, о которой учёный никогда публично не рассказывал. В ближайшее время выйдет выпуск программы прямой эфир, посвящённый этому человеку. Также сегодня пришло известие, что 9 января от нас ушёл ещё один известный актёр и сценарист. Российский актёр театра и кино Максим Браматкин скончался в возрасте 41 года. По данным телеканала 360, причиной смерти актёра стал гипертонический криз. Максим Браматкин получил известность благодаря работам в фильмах «Звезда», «Семь парней чистых», а также сериалах «Девять жизней Нестора Махно», «Небо в огне», «Простые истины», «Голоса», «Дело чести». Наш канал приносит свои соболезнования.